Всем привет! И в этом видео я хочу рассказать вам кое-что интересного о Кузе. Он меняет цвет! Реально! Вы можете посмотреть старые видео, ну как старые, там где он где-то первые дни, первые где-то неделю, что у него вот сверху вот такая была черная шапочка. И в принципе я рассказывала, что именно из этой шапочки я его и взяла, потому что он похож на нашего кота Пушок. Пуша, покажись. Вот видите, у Пушка вот такая вот шапочка. И такая же шапочка была у Кузеньки. Я сейчас вставлю фотографию, чтобы вы могли посмотреть. За первые 4 дня шапочка заметно посветлела. Через 7 дней она немного выцвела, а за последующие 3 дня выцвела полностью. А уже на следующий день шапочка уже полностью исчезла, остались только полосы между ушками и над глазами. Я погуглила в интернете и оказалось, что Кузя у нас разновидности хаски. То есть у крыс нет пород, у них есть разные разновидности. И крыса хаски выделяется именно необычным окрасом своей шерсти, которая напоминает как бы расцветку собаки. И главной особенностью их является то, что у них выцветает шерсть на протяжении всей жизни. Когда я это прочитала, я сразу же поняла, что Кузя относится именно к этой разновидности, потому что, ну как вы видели, раньше у него была шапочка, сейчас он абсолютно серый, только мордочка у него беленькая. Конечно, это меня очень удивило. На самом деле, когда я покупала Кузю, мне заводчица сказала, какой он породой, но я как-то на это не обратила внимания и как-то даже не заинтересовалась, как бы что это, кто это. Я даже забыла, потому что, ну я переживала, естественно, за малыша. И тут, когда я узнала, что он хаский, я просто, конечно, удивилась. Вот, и на самом деле, я еще погуглила, я узнала, что у декоративных крыс бывает три типа тела. Первый это стандарт, он у нас, кстати, стандарт. Второй это дамба, то есть с такими большими ушами. И редкая бесхвостая крыса. Вот, то есть крысы могут быть трех типов телосложения, а разновидности у них могут быть разные. Есть там и кучерявые крыски, ну и лысые, естественно, лысые бывают и стандарты, и дамба. В общем, я раньше не знала, что такое бывает. Я знала, что есть крысы-дамба, потому что у меня раньше была крыса-дамба. Если, кстати, вы хотите подробную историю об моей крыске, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Вот, так что я очень удивлена. Конечно, это ничего не изменило бы, если бы он был и обычным крыском, что хаски. Но это довольно-таки интересный факт. Ну что ж, будем дальше за ним наблюдать, посмотрим, каким он вырастет, когда он будет уже большим. Может, он вообще поменяет цвет, может, он станет просто серым, а может, белым. Кто знает. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих видео про него, также про моего любимого котика. Также обязательно напишите комментарий и не забудьте зайти в описание. Всем до новых встреч! Пока-пока!